Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о такой платформе, как Altair VR. Это виртуальная энциклопедия. Хочу начать с того, почему мне вообще интересен стал этот проект. Потому что команда разработчиков не только что вошли в этот проект, а они уже занимаются им более 7 лет. В чем, собственно, суть? Это планетарий, который находится в виртуальной реальности. Мы видим ребенок, одел очки виртуальной реальности, и он может все строение планет, космос, все это увидеть и даже ощутить в такой среде, как виртуальная реальность. И за это время команда успела выстроить крупнейшую сеть мобильных планетариев в России и СНГ. И смогли познакомить с астрономией более 500 тысяч людей. И теперь, я так понимаю, компания хочет выйти на блокчейн, запустила свое ICO. Поэтому мы с вами и говорим сейчас о ней. В чем вообще, собственно, преимущество? Вы сможете добавлять на эту платформу свой контент, если вы, допустим, умеете делать виртуальную реальность и видео в этой виртуальной реальности. Вы сможете делиться этим с другими людьми. А так как это направление только что зарождается, как вы знаете, есть игры на виртуальной реальности, но это немного совсем другое. В общем, направление очень новое, такое же новое, как и криптовалюта. Поэтому то, что собираются делать ребята, это очень круто. Действительно, я думаю, что проект соберет необходимую сумму, так как команда далеко не новички. И это стартап не только что придуманный, а уже длится очень долго времени. Так вообще, давайте вернемся к преимуществам. Вы сможете монетизировать свой контент на этой платформе. Площадка будет финансировать и спонсировать создание контента на основе предпочтения пользователей. То есть будет такой рейтинг, да, и самые классные, самые крутые работы будут находиться в топе. Поэтому будет стимул создавать действительно что-то новое, что-то уникальное и то, что действительно заслуживает внимания. Почему, собственно, блокчейн? Да, потому что все платежи будут прозрачны, не будет никаких подводных камней, все будет доступно для любого пользователя. И низкие комиссии. Децентрализованное хранение данных. Это, ну, как бы залог независимой стабильной работы вообще всей системы криптовалюты. Вот. ICO, при ICO стартует 29 января. Так, опыт и успехи. Ну вот, с 2010 года, как бы, они шли к этому. И, соответственно, я смотрю, пока все у них круто. Вот. И действительно классно, что они заходят на блокчейн и будут работать уже здесь. Если смотреть по СМИ, то очень много известных издательств. Я думаю, это тоже много о чем говорит. Сможете ознакомиться с дорожной картой. Какие вообще планы. Да, и вот план в зависимости от суммы сбор средств. Я думаю, сейчас посмотрим, сколько минимальный у них. Минимальный, минимальный сбор. Сейчас глянем. 5 миллионов, да. Минимальный сбор 5 миллионов долларов. Максимальный 50 миллионов долларов. И, соответственно, вот план реализации этих денег. Я думаю, что эти деньги не смогут собрать. И поэтому, и для жителей там СНГ, да, чтобы вы в курсе были, можно будет купить на сумму 0,1 эфира. Вот. И это будет около 4 тысяч рублей. Я не знаю, инвестировать или не инвестировать, решайте, конечно же, вам. Ритуальная энциклопедия, это действительно, это будущее. Тем более, если еще купить очки, да. Да, вообще, это действительно будущее. Поэтому, вот, к чему я веду. Для начала ознакомьтесь с баунти-компанией. Посмотрите вообще. Вообще, для начала ознакомьтесь с проектом. Вот, если хотите просто получить монеты и не инвестировать деньги, вступайте в баунти-компанию. И попробуйте заработать там их. Если же вы действительно изучили команду, изучили проект, вот, команда, о каждом сможете почитать. И действительно, появилось доверие к ним, то можно пробовать инвестировать, почему бы и нет. Вот. В общем, следите за этим проектом. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok